Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota DUNA 1996 года выпуска. Двигатель здесь стоит дизельный 3L 2.8, если мне память не изменяет. Коробка механическая, пробег на автомобиле 259 тысяч километров. Заменю на нем нижний патрубок радиатора. Патрубок был целый, побежал шланг гидроусилителя и водитель, пытаясь заменить шланг, нечаянно проткнул патрубок на охлаждение. Он разрезал его, соединил трубкой, но заказали новый патрубок и устанавливаем его. Вот патрубок, вот его видно здесь соединили. Для того, чтобы можно было доехать и поездить. А менял, вот он патрубок, шланг гидроусилителя, он прохудился и ножом неаккуратно срезал его вместе с патрубком охлаждения. Заменить его здесь не проблема вообще. Откручиваем вот этот хомут и откручиваем хомут снизу. Снизу его удобно, но перед этим с радиатора сливаем антифриз. Здесь по центру радиатора снизу сливная пробочка. Открываем заливную и сливаем. Вот снизу краник. Подставляем емкость. Сливаем антифриз. После того, как заменили радиатор, где-то прошло уже больше чем полгода, антифриз чистый, светлый. Перед этим промывал, так что все работает отлично. Сливаем. Пока там антифриз сливается, ослабляю хомуты. Хомуты еще старого образца, проволочные. Хомут, который если перезатянуть очень сильно, он режет патрубок. Поэтому при затяжке его аккуратненько. Все, этот ослабил хомут. А второй хомут у нас вот сбоку видно, снизу. Так же ослабляю его. Головка на 10. Чуть-чуть ослабил, сразу антифриз подбежал. Ладно, жду, пусть стекает. Все, антифриз сбежал с радиатора. Думаю, что здесь бежать уже особо не будет. Хотя все равно еще что-то подтекает. Ну что, можно снимать, пробовать. Сошел довольно-таки легко. Сейчас хомут опущу на радиатор. Ну и все, снимаем его с блока. И поднимаем вверх. Что-то вообще непонятное. Здесь он вообще с чем-то его срастил. Диаметр был больше. По хомуту видно, он зажал. Это что-то подходящее брал и делал. Ну, ладно. Мы-то берем теперь оригинальный. Вот он. 16,572,54,450. По диаметру будет нормально. Зажиматься будет нормально снизу. А то я, получается, хомут чуть-чуть ослабил. И он сразу побежал. Одеваю на место верхний хомут. И завожу патрубок вниз. Опускаю его. Одной рукой камеру держу. Вот. Здесь пока оставляю так. А низ одеваю на радиатор. Камеру убрал. Неудобно было. Хомут вот наверх приподнял. Болт пока не ставлю. А теперь одеваю верхняя. Все-таки новый патрубок. Он и есть новый патрубок. Эластичный. Заходит легко. Ну и затягиваю хомут. Вот я одел верхний. Опять же, затягиваю, чтобы не порезать. И снизу одеваем болт на хомут. Вот. Все одел. И закручиваем его. Болт одел. И закручиваем его. Сейчас. Выравниваем хомут. Чтоб он у нас на патрубке лежал ровно. Одной рукой неудобно. Закрываем пробку сливную. Антифриза сбежала прилично. Вот видно. Это где-то порядка 7 литров. Старый антифриз заливать не буду. Хоть он и относительно чистый. Сейчас вытащим. Посмотрим. Ну да. Я правильно сказал. Относительно чистый. А это будет еще частичной промывкой системы охлаждения. Но это уже не то, что было раньше. Заливаю новый красный антифриз. Антифриз синтек залью. Ж12. Заливаю. Получи клубы. Получи клубы. Получи клубы. Субтитры сделал DimaTorzok Пятерка ушла Ну что, смотрим, чтобы у нас С патрубков не бежало Здесь сейчас старый еще подтек, видно Здесь у нас сухо Запускаю автомобиль Немножко прогреваю Смотрю, сколько надо еще Если все, уровень, все нормально То просто доливаем В расширительный бачок до нормы А с этим Это оказывается не родной патрубок Это газелевский патрубок Он купил, спросил Ну, молодец, находчивый Взял обычную трубу черную Ну хотя вот этого Лишь бы, говорит, сделать Лишь бы доехать Так что Вот так вот вышел из положения Расширительный бачок Здесь находится За водительской За водительским сидением Уровень антифриза в бачке нормальный Все На этом замену нижнего патрубка И антифризов двигателя я закончил Всего вам добра